привет друзья сегодняшняя тема для видео это эксклюзивы платформы playstation для меня эта тема очень важна и очень нужна поскольку я очень сильно уважаю многие из эксклюзивов платформы playstation не все друзья но многие мне в свое время запали в душу и можно сказать оставили там свой след но как то так получается что в последние несколько лет не без участия таких именитых блогеров как xgbt games многие из эксклюзивов sony перемешались грязью и выставлены были на один уровень с большинством проходных игр и получается так что если послушать всех этих современных блогеров то эксклюзивы по сути не нужны они продаются плохо большинство владельцев системы playstation вообще не покупают эти эксклюзивы и в общем то это такое знаете фишка ради фишки но потом я решил знаете расчехлить свой ноутбук и разобраться с вопросом самостоятельно действительно ли это так или что-то ребята блогеры не договаривают итак друзья первое что я решил проверить самостоятельно а точнее заручиться вашей поддержкой и проверить как говорится вместе с вами это проверить количество проданных копий с точки зрения sony эксклюзива дрочи он имеет примерно такую же ценность как пользователь который заводит аккаунт в epic game store и скачивает бесплатно индюшатю это бессмысленный человек неужели все настолько плохо давайте посмотрим marvel spider-man 20 миллионов проданных копий игра вышла в 2018 году и подсчет велся до 2020 без учета продаж обновленной версии с улучшенной графикой а также без учета miles morales 20 миллионов давайте посмотрим что есть похожего в мультиплатформе и как там дела с продажами искать долго не пришлось batman arkham city эталонная игрушка мультиплатформенная которая многим пришлось по вкусу и значит издатель как говорится щеголял мускулами и заявил что на момент 2020 года было продано 12 и 5 миллионов копий это заметно меньше чем у того же самого человека-паука а теперь друзья только на секундочку подумайте человек-паук продавался на одной платформе playstation batman arkham city продавался на всех платформах друзья это мультиплатформа и результат практически в два раза меньше но заранее мы делать выводы никакие не будем а мы идем дальше дальше у нас идет со стороны эксклюзивов playstation horizon zero down игра первая в серии у нее не было каких-то приквелов это реально вот новый продукт хороший мощный эксклюзив платформы playstation и у нас с 2017 года по 2019 год 10 миллионов проданных копий и здесь может показаться до результат не такой ошеломительный как у того же человека-паука но друзья это новый эксклюзив который до этого как говорится про него не было ни слуху и духу а здесь сходу 10 лямов я считаю это неплохой результат и со стороны как говорится мультиплатформы я выбрал короля мультиплатформы это ведьмак 3 жанры конечно же не совсем между собой похожи но если взять вот так в общем и целом и там и там открытый мир и там и там сайт квесты основная сюжетная линия прокачка все это есть так что можно сказать относительно сравнительно прямые конкуренты в общем не тянем кота за хвост ведьмак 3 был продан на платформе playstation я взял именно как раз таки сумму по платформе playstation 11 миллионов проданных копий с 2015 по 2020 год то есть если взять playstation конкретно в этой ситуации ведьмак 3 обгоняет всего лишь на 1 миллион творения от внутренних студий sony и что я хочу добавить друзья у ведьмака выходил сериал что дало значительный буст продаж также у ведьмака была вторая часть первая часть в общем то это как говорится серия постоянно была на слуху а мы идем дальше друзья и дальше у нас идет небезызвестный uncharted 4 16 миллионов проданных копий с 2016 по 2019 год и конечно же можно сказать его на и прямейший конкурент right of the tom rider я взял именно райс поскольку год выхода у них практически одинаковый uncharted 4 это 2016 год у райсов там rider это 2015 год 7 миллионов проданных копий докинем пусть даже еще 3 миллиона пусть это будет 10 миллионов на момент 2019 года тем не менее это мультиплатформа она вышла абсолютно везде uncharted 4 выходил только на платформе playstation и 16 лямов друзья на 2019 год следующая игрушка это the last of us как по мне это шедевр своего времени как бы это пафосно не звучало тем не менее для меня что half-life что last of us это такие монолиты своего времени для меня она великая я ее сейчас кстати с большим удовольствием перри прохожу и скажу да графически она устарела но геймплей и сюжет держит внимание игрока очень и очень сильно значит так друзья last of us с 2013 по 2019 год был продан 20 миллионов копий ну и опять же берем конкурента это томрайдер 2013 года поскольку года выпуска что там что нам 2013 я думаю сравнение будет очень и очень уместная но еще не стоит забывать о том что создатели томрайдера очень много механик очень много приемчиков скопировала у серии uncharted так что сравниваем как говорится лоб в лоб томрайдер 2013 года был продан 11 миллионов копий это очень хороший результат более того я скажу первая часть томрайдера лично меня очень сильно доставила я в нее поиграл где-то она даже немножко на под на подкорочке отложилась но недавно я сел в нее переигрывать именно 2013 год и она уже вообще ничем не цепляет к сожалению last of us 20 миллионов томрайдер 11 миллионов на всех платформах но идем дальше для тех кто говорит что эксклюзивы у playstation все между собой похожие я специально для этого случая приберег автосимулятор хран туризма спорт который у нас не номерная часть тем не менее была продана тиражом 8 миллионов с 2017 года по 2019 год и в общем то друзья как говорится я посмотрел платформу пока там из наиближайших конкурентов это первый project cards который был продан тиражом от двух до трех миллионов там точные данные скрыты но ничего более мясистого именно из автосимуляторов я не нашел интересно было бы посмотреть на статистику продаж игры forza motorsport но к сожалению это статистика скрытая я не смог найти цифры продаж тем не менее друзья как мы видим gran turismo тоже очень даже успешно продается следующая игрушка очень интересно к рассмотрению поскольку вышла она относительно недавно тем не менее есть уже первые цифры по продажам за пять месяцев существования она была продана 5 миллионов копий гост of сушима друзья и вы мне можете сказать пашка есть же серия assassin's creed которая вообще грандиозная величественная и продается в разы лучше а я вам скажу друзья есть очень интересная информация со стороны юбисофт год назад они поделились цифрами продаж относительно серии всего франчайза assassin's creed значит на секундочку друзья было продано 140 миллионов копий это полностью на всю франшизу а франшиза насчитывает 22 игры 12 из которых это номерные части и еще 10 всяких дополнений ответвлений и так далее путем нехитрых манипуляций я решил провести свой подсчет касательно проданных копий каждой части assassin's creed хотя бы приблизительно чтобы понимать с чем мы имеем дело друзья взял 12 номерных частей и взял 140 миллионов проданных копий все неномерные я отодвинул в сторону мы их учитывать не будем как говорится дадим небольшой карт-бланш в пользу assassin's creed в общем то делим 140 миллионов на 12 номерных частей и получаем 11 с половиной миллионов проданных копий на всех платформах что я здесь могу добавить до assassin это очень знаменитая серия многие воротят нос от того что юбисофт проворачивает в последнее время с этой игрой а это и микротранзакции и куча дополнительного платного контента ну и конечно же куча версий игры начиная от обычной заканчивая супер люкс ultimate deluxe версии которая включает в себя все да не все друзья все равно придется немножко но доплатить так что друзья как говорится из голодавший people идет и покупает чистую без микротранзакционную гостов сушима и довольствуется тем что есть ну и конечно же на закуску я оставил его годов вор вы думали я забуду про эту игру нет друзья она у меня здесь все как говорится выписано все есть и наверное вы могли подумать что вот она продается лучше всех других эксклюзивов на платформе playstation но я был сам немножко удивлен всего 10 миллионов проданных копий хотя это на момент 2019 года возможно в дальнейшей перспективе игруха раскачается и возможно на момент даже 2020 года там уже не 10 миллионов а скажем 12 но будем оперировать тем что есть 10 миллионов давайте посмотрим что у нас из мультиплатформы продается в похожем жанре или в таком же жанре также хорошо и друзья я был удивлен но из похожего я по сути вообще ничего не нашел максимально близкие соседи это devil my cry 5 хотя это наверно более слэшер чем года фор с другой стороны я проходил года фор сначала на средней сложности потом переключался на высокую и на высокой сложности это тоже нормальный такой полноценный слэшер так что возьмем devil my cry и дадим ему небольшой карт бланш посчитаем продажи на всех платформах и так друзья devil my cry 2019 год всего три и один миллиона проданных копий что в три с половиной раза можно сказать хуже чем показатель года фор ну и чтобы как говорится еще какую-то большую игру без аддонов dlc без мультиплеера сравнить один скажем так лоб в лоб из года фор я взял еще такую игруху как резидент evil всем которая очень достойна мне лично она очень интересно но как я уже много раз говорил у меня кишка тонка чтобы ее пройти разве что это будут стримы и только вместе с вами дорогие друзья в общем ближе к делу резик 7 на момент 2020 года с 2017 можно сказать за три года был продан количеством 8 и 3 миллиона копий что круто особенно для такого скажем так не особо популярного жанра ну что я думаю с продажами эксклюзивов более или менее ситуация прояснилась на самом деле все не так плохо я бы даже сказал очень даже хорошо поскольку эксклюзивы любят эксклюзивы покупают и я вижу по тенденции я посмотрел цифры продаж эксклюзивов на платформе playstation 2 playstation 3 и вижу что цифры можно сказать растут не пропорционально количество проданных систем playstation а видно что люди действительно больше и больше интересуются именно эксклюзивными проектами цифры на экране как говорится вы делаете выводы сами в отличие от больших блогеров я ни в коем случае не насаждаю вам свое мнение я лишь вам предлагаю ознакомиться с цифрами как говорится с сухой статистикой а вы делаете вывод сами но мы идем дальше нужны ли эксклюзивы вообще консоли в общем-то покупают потому что это недорогое устройство для продаж для игры в фифу и колду все а сегодня ну в apix legends pub fortnite давайте с этим еще немножко разберемся вернемся во времена сеги и нинтендо это противостояние это та самая нами любимая консольная война и давайте подумаем вместе если бы эксклюзивы на самом деле не были бы важны могли бы мы увидеть своими глазами как говорится воочию такие прекрасные игры как ежик sonic который просто перевернул рынок и сделал огромный пласт продаж системы sega в свое время ну из более близких примеров если можно вот так вот оперировать давайте посмотрим на систему nintendo switch которая выходила на рынок и задумка у нее была безусловно прекрасной но продавалась ли бы она таким прекрасным большим тиражом без таких замечательных игр как легенда о зельде которая по продажам в один момент даже обогнала количество проданных копий консоли nintendo switch вы только подумайте насколько мощная фан-база у nintendo что люди не имея в консоль на руках покупали диск с легендой о зельде с идеей о том что они поиграют в эту игру как только у них появится такая возможность ну и конечно же не безызвестный усатый водопроводчик марио который продается продавался и я уверен еще наши потомки будут его покупать да и вообще производство эксклюзивов это совершенно нормальная практика если абстрагироваться от игр и посмотреть в мир кино и на сериальные сервисы тот же самый netflix дисней плюс hbo max у них у всех есть свои эксклюзивные сериалы или фильмы чем они заманивают покупателя ну и наконец мы подобрались к самой горячей теме сегодняшнего вечера эксклюзивы xbox о которых мы сейчас с вами поговорим и эксклюзивы бокса это очень хорошая интересная штука с одного ракурса ты смотришь их вроде бы как бы и нет а с другой стороны слушаешь мнение владельцев xbox а и они говорят да нам на самом деле эксклюзивы не нужны нам дай больше контента больше игр и нам больше ничего не нужно ведь у нас есть сервис их божественные сервисы компании microsoft и действительно друзья на текущий момент лучший сервис предлагает как раз таки компания microsoft sony тоже вынуждена как-то выкручиваться во всем этом с учетом того что у нее есть возможность судя по всему только выкупать эксклюзивы временно это это спорная концепция потому что продал задницу одному продаст задницу и второму и я долго думал на каком примере вам объяснить что лучший сервис это лишь временное явление и рано или поздно конкуренты как говорится подтянутся и придумал друзья тема будет отдаленная от видеоигр тем не менее я хочу поделиться своими мыслями давайте вместе с вами вспомним наши старые добрые постсоветские парикмахерские в которых настригли пожилые бабушки и делали они это посредственно тем не менее время шло многое менялось и вот на улицах начали появляться барбершоп и изначально я вам честно скажу я на них смотрел и думал что у меня никогда не хватит денег чтобы стричься в этих элитных парикмахерских но друзья давайте посмотрим что произошло с обычными парикмахерскими они подстраиваются меняются модернизируются и уже сейчас это как говорится в порядке вещей по крайней мере в городе где сейчас проживаю большинство парикмахерские стала барбершопами или элитными салонами красоты а уже вот такие вот постсоветские заведения с низким уровнем сервиса практически полностью исчезли о чем это я друзья говорю о том что microsoft делает очень хорошее и правильное дело они прокладывают прогресс в сервисах можно сказать закладывают фундамент нового поколения сервиса и это очень очень хорошее дело и люди это тоже замечают ценят и дают положительный фидбэк в сторону сервисов компании microsoft но как только sony и nintendo начнут терять своих подписчиков начнут замечать что продажи консолей начали страдать они не заставят долго ждать и будут предоставлять похожий уровень сервиса так что как говорится это временное явление ну а что касательно эксклюзивов на платформе microsoft друзья я думаю здесь даже сомнений никаких не может быть они будут да еще какие я думаю мы еще очень сильно будем удивляться насколько microsoft туда будет заряжать деньги как говорится на полную и то что сейчас заявлял фил спенсер что на самом деле они не участвуют в войне консольной что sony и nintendo им не противники я думаю мы как взрослые люди все с вами отлично понимаем что это все до определенного как говорится рубежа когда ихние интересы сойдутся на разграничительной полосе война развернется в полный рост и конечно же они будут воевать за потребителя используя любые методы в том числе те самые не переоцененные и нужные эксклюзивы вот все все эти три вот в это в рот и еще в головку письюна затолкать что-нибудь всем фанатам все вы как раз три штуки вот можно их затолкать во все три эти дыры ну а теперь друзья я хочу добавить буквально несколько слов от автора то есть от себя поскольку наша жизнь не безграничная я призываю вас да друзья именно вас играть и проходить только самое лучшее творение игровой индустрии пройти все игры каталога steam к сожалению у нас не получится а вот выбрать самые лучшие сочные проекты это как говорится каждому под силу какие проекты будут для вас самыми лучшими конечно же придется узнать лично вам самостоятельно поскольку в наше время нельзя доверять абсолютно никому даже таким лидером мнений про которых мы говорили в начале видео ну а теперь друзья идите сюда я вас обниму и до новых встреч пока пока друзья